Ольга Дмитриевна, давайте вы помолитесь, да, в первой нашей, в первом нашем молитвенном заходе. Хорошо, тогда я, наверное, скажу для первого человека, кто сказал о депрессии, или просят о депрессии. Вообще, депрессии не освобождаются, а из депрессии выходят. Надо просто... Мария зовут. Мария, отказаться от лжи всякого рода и сказать, я выхожу из нее. Я выхожу из лжи, я выхожу из депрессии, но я вступаю на территорию царства, я вступаю на территорию, где праведность, мир и радость во Святом Духе. И вот эту территорию я сейчас принимаю как свой дом. Я туда вхожу, и я ее принимаю, я ее вдыхаю, я дышу небом. Вот тогда, когда вы будете подобные вещи говорить, как только проснулись, то вы в результате очень легко войдете, даже вплывете в эту атмосферу. И, конечно же, Господь знает, где вы находитесь, с какими вопросами и нужными, и мы молимся. Небесный Отец, я благодарю тебя, что у нас такая привилегия. Молиться сейчас за каждого человека, кто страждет, жаждет, просит помощи. У нас есть возможность отреагировать на эту просьбу, с учетом того, что Господь царствует над всякой ситуацией. Поэтому я хочу благословить каждого человека, кому нужно здоровье, пусть оно сейчас умножится. Кому необходим выход из этой депрессии, пусть сейчас примут решение. Я больше там не остаюсь. Я поднимаюсь и выхожу. Все, что было в прошлом, я больше с этим не партнерствую. Я принимаю только вперед то, что надо ухватиться за Христа, ухватиться за Его обетование, ухватиться за Его Слово, которое ты говоришь для нас. Воззови ко мне, я тебе отвечу, покажу великое, покажу недоступное, чего ты не знаешь. Поэтому, Дух Святой, я благословляю сейчас этих людей узнать силу молитвы согласия, узнать силу твоего Слова и твоих обещаний. И мы сейчас соглашаемся выйти на это поле брани за эти судьбы, а ты ответь потоками твоих возможностей. Я благодарю тебя, Дух Святой, что руки сейчас молящихся там, где эти возможности даются. Поэтому пусть они придут в каждый дом, в каждое сердце, в каждый разум, в каждую душу. И я благодарю тебя, потому что твой мир, который превыше ума, пусть заполнит сейчас каждое сердце. Потому что на покой приходит устройство порядок и благодать. Те, кто в дороге, те, кто нуждается в твоем здравии, те, кто уже прошел пожизненной дороге 40 лет и другие семьи, мы вас благословляем Божьим шаломом, мы благословляем единством и согласием, мы благословляем климатом Едема. Пусть эта атмосфера Едемского сада будет в семьях Божьего народа. Да будет так. А мы молимся во имя Господа Иисуса Христа в Духе Святом. Аминь. Принимайте, принимайте это здравие. Мы благословляем на полное исцеление и восстановление. Аллилуйя. Многое может усиленная молитва праведного. Мы постоянно каждую пятницу повторяем эту фразу. И на самом деле я верю, что так много чудес происходит. Причем, более того, так удивительно, что так много сейчас свидетельств приходит. Люди были закрыты, все сидели по домам. И так, во-первых, просто огромное количество церквей вышли онлайн. Появились вдруг. И ты даже не мог где-то бы оказаться, живя, скажем, в Томске или в Омске, или в Красноярске. Как оказаться в церкви, например, в Москве или в Санкт-Петербурге? А тут легко. Мы или в другой стране. Он персузился. Да, и церкви вдруг пришли. Причем, очень многие люди, кстати, еще особенно те, которые ограничены возможностью передвижения, они говорят, это просто удивительно, что произошло. В наш дом пришло все. И церкви пришли, и театры, и образование. Все вдруг пришло к нам через онлайн. Это просто удивительно. И так много свидетельств чудес. Просто удивительно вообще, что происходит. Люди получают квартиры, люди получают новую работу, кто-то получает исцеление, у кого-то проходит диабет. Это просто чудесным образом все случается. Слава Богу, правильно есть, надо правильного стола только. Да, конечно, а как же? К тому, что предложений много, а здесь надо уметь разбираться. Предложений всегда было много, конечно. Предложений всегда было много, но все же. Раз мы говорим на такую тему, вообще, как вы считаете, Иисус был бомтарем или нет? Нет, конечно. А для кого-то Он и был бомтарем. Он был с позицией человека. Да, с позицией человека. Для кого-то Он был реально бомтарем, но... Когда Он приводил в порядок дом молитвы... Ну, например, хотя бы, кстати, сделал бич. И это же было все очень, как-то совсем неблагостно. Неблагостно, но Он был в подчинении Отцу. Поэтому это бунтарством не было. Он наводил порядок в доме Отца. Потому что дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Поэтому Он пришел туда с властью Отца, чтобы очистить эту территорию. Это разные вещи. Мы как раз возвращаемся, да, сидеть где-то в ракушке своей и говорить, я в смирении. Либо я подчиняюсь воле Отца и иду. В активной позиции. Как и делал тот же пророк Илья, да, которого там Ахав хотел каким-то образом остановить или там заставить здесь ответственность, за что сам виноват, в чем был. А он раз, и огонь сошел. Мы говорим, что это бунт. А когда пришел соответствующий человек, говорит, я же спасал людей, ну ты помоги, я же пророков спасал. Говорит, хорошо, с тобой пойду. Вот они и позиции, они все библейские. Ну, конечно, конечно, не все библейские. Но так или иначе, вы правильно сказали, что для кого-то-то он, конечно, может, и был бунтарем. Те, кто смотрели на него, во-первых, он говорил то, что у кого-то там просто, в принципе, в голове не складывались эти системы. Как это так? Ученики в субботу едят, понимаете, как бы все срывают, там еще что-то. Ну, кто он как-нибудь бунтарем? Его преследовали как бунтаря. Именно. Как идущего против закона, вот, как неповинующимся. Его же преследовали именно. Но вопрос-то был ли он таким? Нет, просто для людей он был. Вот для элитной власти того времени он был бунтарем, самозванцем. Я думаю, нам такая мудрость Божья нужна, чтобы сегодня так же вот просто видеть людей, которые находятся в Божьей воле и выполняют Божье дело какое-то, чтобы видеть в них вот именно Божью руку, а не бунтарство. Потому что это так непросто. Да, Кирилл. Сейчас-то мы за одним умом на это все смотрим. Нам-то сейчас просто, конечно, понять. Вот возвращаемся как раз к пустыне, где Христос противостоял, да? И что говорит дьявол, если ты Сын Божий? И что отвечает Христос? Написано. Поэтому сегодня я вижу, что большая проблема в христианстве современном. Люди не знают, что написано. Какой серьезный вызов. Ну, это вызов реально, потому что знают общие вещи. Но чтобы взять вот то, что нужно на данную ситуацию, надо, чтобы оно в тебе жило. Потому что Слово Христово довселяется в вас могущественно. Не мимо пройдет. Не на территории церкви посидел, что-то послушал, уловил какую-то часть, я уже знаю. Нет, оно должно вселиться. А тогда, когда на тебя нажали, как на губку, оттуда вышло Божье Слово. Потому что оно там. Или что-то другое. Если вы выяснили что-то другое, то не нужно больше проверять что-то. Мы так, понятно, да? Ну, по крайней мере, заменить содержимое.